Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад приветствовать вас на очередном выпуске программы Forex Live Talk в студии я и ее ведущий Дмитрий Кучер. В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами про торговую систему от одного из известных трейдеров Станислава Лукашева. Станислав является трейдером с многолетним опытом и сегодня он нам расскажет, какие основные ошибки делают начинающие трейдеры в своей практике. Ну и, безусловно, расскажет о каких-то своих секретах торговли. Здравствуйте, Станислав! Здравствуйте! Здравствуйте, Дмитрий! Слышно меня хорошо? Да, все хорошо. Прекрасно. Ну, во-первых, спасибо за то, что согласились принять участие в нашей передаче. Я очень надеюсь, что сегодняшний выпуск будет интересным, содержательным, познавательным для наших зрителей и для зрителей, в том числе канала Utrade. Соответственно, хотелось бы, знаете, начать наш разговор с вами с, наверное, таких фундаментальных вещей. Но, безусловно, что прежде чем мы поговорим с вами про вашу торговую систему, про ваш трейдинг непосредственно, про какие-то аспекты, нюансы, давайте, наверное, все-таки начнем с того, с чем сталкивается начинающий трейдер на заре своей карьеры. Какие ошибки, главное, делает новичок? Возможно, чего-то нужно избежать или чего-то можно избежать для того, чтобы достигать более и менее положительных и стабильных результатов. Как вы считаете, какие ошибки делает трейдер в самом начале? Какие вообще, в принципе, шаги нужно предпринимать для того, чтобы начать успешно торговать? Ну, поскольку здесь секреты моей торговли, да, передачи, я из своего личного опыта, но также из опыта, да, этих 7 лет, 8 лет, в общем-то, работы чисто на рынке. Какие основные проблемы, может быть, да, не знаю, там, могут повлиять, что ли, да, на старт, на старт новичка? Да. Ну, для меня лично, да, для меня лично была основная проблема. Это сам по себе старт был связан с тем, что я был прижат к стенке, да, то есть фактически я опять работал на атомной станции, и нам просто объявили, что со вступлением в Евросоюз станция закрывается, да. Поскольку у меня было два очных образования высших по тематике атомной энергетики, я больше ничего не умел. А город у нас город-спутник, да, то есть монопредприятие, то есть мы сопровождали, только работали все только на атомной станции. Вот был вопрос, да, как радикально поменять свою жизнь, чем зарабатывать, поскольку там у всех семьи, семья там и так дальше. То есть я был реально прижат вопросом обеспечения семьи. Ну вот, с одной стороны, с одной стороны, я считаю, что вот этот вот, ну, как сказать, мощный, что ли, кризисный переход от, скажем, работы на дядю в рынок, да, в рынок, мне, в общем-то, и помог. С другой стороны, я вот смотрю, как ребята работают, да, новички, которые приходят на рынок, например, они работают еще на основных работах, да. И почему я считаю, что вот, например, мой кризисный вариант был преимущественным, ну, то есть лучше, чем вариант, например, который используют сейчас ребята, да, в котором они сейчас рубятся. У меня не было, у меня не было таких вариантов, да, то есть у меня не было таких вещей, как прятаться, не знаю, там, от начальника, чтобы смотреть котировки. У меня не было таких вещей, как не прятаться, там, не знаю, от жены, жены там, да, она там зовет заниматься домашними делами. Я все равно сидел и работал за рынком, да, то есть она меня не трогала. А большинство ребят, я так понимаю, которые работают на основных работах, они повязаны вот этой основной работой, потому что она действительно формит семью. И, к сожалению, это не дает возможность, как я называю, жить рынком. То есть постоянно следить за тем инструментом, который ты торгуешь, или за теми инструментами. Потому что лично для меня было важным, во-первых, чем я занимался. Я смотрел на то, как двигает эта пара. Я начинал с фунта. Фунт для меня был все. Я ежедневно, можно сказать, 24-7, сидел, изучал, смотрел его на разных таймах, накладывал разные индикаторы, начинал с Ямашки и МакГи, пробовал изучать волновой анализ. То есть я ежедневно, ежедневно, ежедневно изучал характер поведения этой пары. Вот я это называю жить рынком, когда ты, не знаю, спишь там, и тебе уже эти свечи снятся, условно говоря. Я считаю, что без этого стартовать дико сложно, дико тяжело, потому что если тебе приходится постоянно ховаться, прятаться от того же, условно говоря, начальника, или у тебя дома, постоянно отрывают от этого, это постигать рынок, то есть как-то удачно торговать дико сложно. Да, можно все это дело как-то гармонично сложить, то есть как-то гармонично для себя, не знаю, совместить, но шансов при такой работе, при таком совмещении, шансов выскочить меньше, нежели, например, ты свободен, голова твоя занимается только рынком, ты от всего абстрагировался, и ты живешь только с этим инструментом. Это первое, да, может быть, не основное, но очень важное. Второе, да, с чем они столкнутся, это, конечно, стартовый капитал и стартовая система, да, то есть система, в которую придет, система, которая первая попадется под руку, скажем так, да, потому что новичок где-то что-то прочитал на форуме, где-то что-то услышал, может быть, какой-то успех, может быть, чей-то там, да, на форуме, может быть, какую-то успешную систему, может, он просто, в кавычках, жертва рекламы, да, он обязательно должен это попробовать. Опять же, чтобы это попробовать, нужно опять все это совместить со своей работой, с семьей, и если уж ты там на демке что-то поиграл, и у тебя что-то получается, встает вопрос основного капитала, да, первого, первого депозита. К сожалению, многие, да, многие считают, что положив там 100 долларов на центовый счет, да, можно зарабатывать столько, что прокормишь всю семью. Ну, я вот своим ученикам говорю, ну, давайте, какова ваша цель работы в рынке? Они говорят, мы хотим работать, условно говоря, как ты, да, работать только от рынка, жить только от рынка, да, и работать только на рынке. То есть, я говорю, хорошо, давайте так, посчитайте, сколько вам нужно в месяц, да, сколько вам нужно в месяц, чтобы совершать семью, чтобы на руках оставалось там все эти бытовые расходы, бла-бла-бла, вот это все, в месяц посчитайте, посчитали. Теперь говорю, какой у вас депозит, который вы планируете? И понеслась. 500 долларов, 300 долларов, 400 долларов, 100 долларов на центовый. А расходов при этом в месяц от 600 до 1000 долларов. То есть вы понимаете, они подходят, накачавшись рекламой, может быть, или просто исходя из своих мыслей стартовать, жить от жизни в рынке, ну, скажем, жить от работы в рынке, они приходят с такими маленькими, условно говоря, депозитами, но с очень огромными желаниями. Как это заработать? Ну, я думаю, что те, кто нас слышит, большинство понимает, что это просто фактически нереально. Может повезти первый месяц, ты сделаешь, условно говоря, 1000-2000%, может второй месяц повезти, но потом однозначно последует какая-то ошибка, которая при таком риске будет фатальной для депозитов. Ну и плюс третий фактор, это, я не знаю, как ее правильно назвать, психология, талант, что ли, да, и способность самообучаться. Потому что я, например, да, до сих пор постоянно что-то где-то новое, постоянно когда слышу что-то новое, постоянно в это окунаюсь, постоянно это проверяю, и уже выработана такая привычка, да, все это дело изучить, проверить, посмотреть, если это все окей, да, под мою систему, это все дело применить. Или там под мою торговую, я не знаю, тактику, все это дело применить. Конечно, у меня система сложилась, и я что-то глобальное уже что-то, ну, там, не меняю, но все равно постоянно какие-то новые вещи вылезают. И здесь нужно иметь и время, опять же, и способности все это делать открытых источников или складных источников изучить. Четвертый, может быть, фактор, да, который с третьим фактором, с обучением, нужно быть готовым к тому, что действительно придется учиться либо на своих ошибках, которые тоже денег стоят, либо учиться в буквальном смысле за деньги на каких-то, может быть, курсах или, как, не знаю, как подмастерье какого-то, да, трейдера, успешного трейдера. Нужно тоже на это иметь средства. Ни один трейдер, опытный трейдер, да, не будет бесплатно, условно говоря, передавать какие-то знания, какие-то нюансы и так дальше. И, естественно, у каждого мастера, да, у каждого мастера своя цена, его, скажем, интеллектуального труда, да, что ли, у каждого мастера своя система обучения. Нужно быть готовыми и финансово, и временно, да, и головой все это дело пройти. Если ты действительно хочешь, ну, что-то там на этом рынке понимать, да, что-то на этом рынке делать, зарабатывать. Вот потом уже идут факторы такие, технический, например, фактор, да. Ну, не знаю, работать в один монитор с одним инструментом – окей, но работать в один монитор с несколькими инструментами плюс со сложным анализом, да, это уже сложно. То есть у тебя должен быть дома классный интернет, минимум один компьютер на два монитора или два компа по монитору, да, у тебя должен быть рабочий какой-то компьютер, на котором счет, где ты открываешь сделки, да, счет реальный, и должен быть компьютер, на котором ты анализируешь. Это тоже затраты, это тоже операционные затраты. Ну вот, поэтому если вы, если новичок вот это все вместе складывает, тогда у него остается последний, что ли, да, последний фактор, который тоже очень важен, это выбор дидингового центра, выбор ДЦ. Да, то есть это тоже очень важный момент. Мне, слава богу, повезло, я это не скрывал и говорил раньше, да, и на Utrade.v, и ученики знают уже, который год, да. Я начинал, начинал, не буду называть этот дидинговый центр, кстати, он, по-моему, почил уже в БОЗе, да, я там проработал буквально вот самый-самый-самый свой первый период, это только со всем познакомился. Ну, то есть познакомился с рынком. И потом, потом, через год, да, я попал в FIBA, и 2009 года я оттуда не вылезал. Вот очень важен дидинговый центр, да, который не проскальзывает тебе, с которым работать комфортно, да, который тебе выводит деньги, который закрывает тебе там тейки и там срабатывает стопы по тем ценам, которые ты установил. Это все, это все комфорт, это все точность твоей системы, да, при обходах-выходах, это все твой заработок. Вот если все эти факторы новички соединят в одно целое, все это дело, что называется, гармонично склеят, да, все будет окей. Но у нас, еще раз повторюсь, да, основные ошибки, это, конечно, низкие стартовые возможности финансовые, плюс очень низкие возможности, скажем, по опыту, но очень большие, очень такие громадные желания, да, по конкретной сумме в месяц. Все это, конечно, приводит к тому, что, как там говорят, 90% сливает, да, 10% зарабатывает. Я уж не знаю, насколько эта пропорция верна, но вот среди моих учеников вот работает примерно так, да, 15 на 85. Я уж не говорю, что там глобально сливают, но около нуля крутится большинство, это факт. Потому что везде, везде, везде вот срабатывает какая-то одна, какая-то одна вот эта вот, либо технически не готова, либо системы не так видят, либо недостаточно денег на депозите, а желания очень большие. То есть завышаются риски, и все, опасно. Ну, да, я здесь с вами полностью согласен. Конечно, главная проблема новичка, когда он начинает только торговать, открывает торговый счет, это, наверное, все-таки переоценка возможностей рынка и переоценка собственных возможностей. Ну, наверное, самое главное, чего не понимает начинающий в этом рынке, это то, что действительно, как вы сказали, можно заработать в один месяц 100%, но, к сожалению, это не будет стабильной цифрой ежемесячно. И, соответственно, вот выезжать, инвестируя 100 долларов в начале, ну, скажем, инвестируя, это громко сказано, да, вкладывая деньги на начальный депозит 100 долларов и надеясь на то, что через год у тебя путем сложного процента будет там 3-4 тысячи долларов, это достаточно, скажем так, очень и очень завышенные какие-то требования выдвигаются со стороны начинающего к своим собственным возможностям. Но есть еще одна проблема, которую вы не упомянули. Большинство начинающих, когда тренируются на демонстрационных счетах, почему-то не задумываются о том, что тренироваться, собственно говоря, нужно на такой же сумме, на которой планируешь открывать торговый счет. Все или почти все по умолчанию себе ставят депозит начальный, там, 10 или 5 тысяч долларов, и на этом депозите пытаются как-то выработать какую-то торговую систему, стратегию, теряют очень много времени на это все, а потом в итоге после того, как получили хоть какие-то более-менее ощутимые результаты на демонстрационном счету, переводят это все уже в реальный счет, но почему-то начинают торговать на реальном счету с депозитом в 500 долларов, например. И, соответственно, здесь ломается полностью все, и система, и отношение к деньгам, понятное дело. То есть психология отношения к деньгам – это тоже, кстати, очень важный момент. До конца не все понимают, что есть вот твои кровно заработанные деньги, которые ты, скажем так, ежесекундно, ежеминутно можешь терять, если твоя система не, скажем так, несовершенна. Но, тем не менее, даже если у тебя совершенная торговая система, так или иначе тебе придется сталкиваться с убыточными сделками. И здесь… Я говорю о том, что, к сожалению, психология оценки реальных денег у многих начинающих трейдеров, да, и не только начинающих, и у многих опытных трейдеров, к сожалению, не все мы правильно оцениваем вот наличие реальных денег на счету. Но я имею в виду, когда ты торгуешь на демо, тренируешься, вырабатываешь свою торговую систему, а потом переходишь на реальный счет, и, соответственно, у тебя ломается все – и система, и отношение, понятное дело, к деньгам, потому что ты уже теряешь или зарабатываешь уже реальные деньги, и это психологически совершенно другое отношение. И это вот тоже, кстати, очень важный аспект. Вы мне скажите, Станислав, как вы начали вырабатывать свою систему, как долго она у вас работает, и, скажем так, насколько вы довольны сейчас результатами вашей системы? Я понимаю, вы сказали, мы постоянно учимся, постоянно совершенствуемся, и это очень важный аспект для практикующего трейдера. Как давно вы пришли к вашей системе сегодняшней, которой вы торгуете, и насколько вы сейчас ей довольны? Ну, в конечном, как бы, в таком законченном варианте система работает где-то с конца середины 2010 года. А на всю ее разработку, если смотрите, вот с самого старта, да, если брать, с первого прихода, что ли, в рынок, прошло время, где-то в 2006 году я первый раз скачал себе демо-терминал, где-то так. У меня было два подхода. Я его скачал, что-то посмотрел, мне стало, честно говоря, там, сначала почему-то неинтересно, даже так. Были там какие-то мысли свои, что Форекс немножко не то, что я хотел бы, потому что, ну, было такое немножко несоответствие в голове, да, то есть я читал, больше читал про биржи, да, то есть я имею в виду там Найс и так далее. А тут я скачиваю терминал Форекс, вот, никакой биржей тут и не пахнет, изучив, скажем, подноготные все эти, стало даже страшновато за деньги, да, по первости, вот. И, соответственно, второй заход, у меня второй подход был конкретный уже где-то в конце 2007-го. Причем как раз этот подход был очень конкретный, я сразу вышел на зачатки, скажем так, системы, были первые успехи, как только я завел первые средства, это было, как сейчас помню, 44 тысячи долларов, конкретная такая сумма по тем временам, грянула в 2008-м год, да, и я почти половину этого падения отработал в контртренд, посетил во всех местах, где только можно, вытянул в ноль все и захлопался, да, там был небольшой профиток, я просто закрылся, и у меня было, знаете, как у стайера после какого-то забега такого, да, у меня была дышка, назовем ли так. И уже после этого, проработав, так сказать, вот этот вот кризисный, что ли, кризисный вариант системы, вернее, вариант работы системы в кризис, да, проработав вот эти все моменты, уже пошло-пошло-поехало, в 2009 год все это дело раскачалось в профит, тогда был только спот, да, а с 2010 года, с 2010 года я начал глубже изучать тактики, скажем, крупных, да, особенно опционистов, поскольку моя система держится на расчетах с внешних данных, да, это в основном, это фичерсный опционный анализ, да, я использую там открытый интерес, объемы, дели бюллетени с СМИ, там, и так далее, и так далее, вот я начал изучать то, как ведут себя крупные, чтобы улучшить свой анализ, скажем так, и постепенно-постепенно потянулся к опциону, да, и начал изучать именно опционную работу, там у меня тоже было несколько подходов, из-за того, что приходилось много трейдить, никак не получалось нормально зацепиться за какую-то хорошую, ну, не знаю, назовем это так, книжку, там, или за какой-то хороший источник информации, либо все было завалено теориями, да, мне было тяжело очень, ну, не знаю, прочитывать эти теории, я сам по себе так учусь от практики, все эти книжки, это все, конечно, классно, да, но я оттуда, кроме как саму формулу, там, не знаю, там, благошелза, там, да, ничего я оттуда не вытащил толком, ну, много стандартных, много было уже к тому времени в интернете описания стандартных конструкций, там, не знаю, там, все эти бычьи, медвежьи спреды, все это, бла-бла-бла, все это посмотрел, но вот какой-то тактики, что ли, да, работы, или какой-то системы такой, да, работы на опционах у меня не складывалось, и мне, да, мне подвернулся, подвернулся учитель, очень до сих пор ему благодарен, да, который все эти мои подходы, так сказать, обрубил на одну простую вещь, да, я просто пошел на курсы как подмастерье, условно говоря, он торговал в открытую при мне, да, я наблюдал за этой торговлей, он мне объяснял какие вещи, я очень долго его уговаривал это сделать, потому что, ну, не знаю, Илья не даст соврать, опять же, коровим, да, что это очень тяжело, анализировать рынок, делать какие-то отходы, еще параллельно сидеть потом по часу, по два часа кому-то объяснять, почему ты это сделал, вот, но он на это пошел, мой учитель, и слава богу, да, слава богу, примерно через полтора года я с ним занимался где-то полгода, потом год все это переваривал где-то, игрался на ТОСе, игрался со всеми, там, строил разные конструкции, изучал те инструменты, которые мне были известны, с Фореса, там, и Фунт, и Евро, тогда появился у меня уже СНП, значит, я уже все это дело изучил уже с точки зрения опционов, и тогда вот у меня склеилась конечная система, то есть я работаю на риске, на споте, на фьючерсах работаю без стопа, а вторая часть моей системы, вторая часть балета, да, она работает в опционах. Соответственно, я без стопового входа на риски постоянно работаю, постоянно хеджирую, да, работы на опционном счету. Вот в этой гармонии, можно так сказать, да, вот здесь идет компенсация рисков, и в этой вот гармонии и живем, да, в этой гармонии и живем. Ну, то есть, насколько я понял, я прошу прощения, что я вас перебиваю, насколько я понял, основной толчок все равно вашей торговой системе или вот вашему активному трейдингу и успешному трейдингу дал, наверное, без преувеличения все-таки наставник, который вас, ну, подготовил, да, скажем так. Ну, у каждого, наверное, есть какой-то свой наставник по жизни. Наверное, у каждого есть свой, назовем его, либо ангел-хранитель, либо учитель, либо человек, на которого ты равняешься. Потому что все равно кто-то от кого-то услышал, что здесь можно зарабатывать. И кто-то кому-то все равно показал, пусть там даже какой-то краткосрочный, но удачный участок, что человек вдохновился, поверил в это, да, и начал тоже этим заниматься. Вот мне действительно повезло, у меня было два, ну, скажем, на старте, был такой вдохновитель, да, который меня вовремя пнул в нужную сторону внешних данных. И потом вот был Геннадий Лях, учитель мой по опционной работе. Мы до сих пор с моим учителем работаем, до сих пор вместе торгуем. У нас с ним сейчас компания открыта, да. Вот опционный пул, опционные фонды все, которые у нас работают. Значит, мы все работаем вдвоем. Ну, имеется в виду, как именно как трейдеры, как основатели. У нас еще работает много, есть персонал еще, да, который обслуживает. Уже мы считаем, что это уже много, да, это около шести человек. Вот, сейчас появляются уже и маркетологи, там, и так далее, и так далее. То есть мы потихонечку развиваемся. Но мы работаем вместе, мы не разошлись с ним. И, как бы, я считаю, я считаю, да, он один из тех, кто не просто апгрейдил мне систему, а именно вдохновил на то, что здесь можно действительно зарабатывать. И можно зарабатывать на достаточно низких рисках, достаточно нормальный, хороший профит. Да, я ориентируюсь на 4,5-5% в месяц. И, как бы... Но это достаточно хороший процент. Я не парюсь, мне это больше не надо. Поэтому я ни в коем случае не осуждаю и, скажем так, не троллю тех, кто пишет про 30, про 40, про 1000% в месяц. Окей, ребята, может быть, это и можно делать. Но, к сожалению, у меня это не получалось. И, к сожалению, среди моих друзей, знакомых, там, не знаю, учеников, всех, кто трейдит вокруг меня в моем информационном поле, я не вижу ни одного трейдера, который бы делал такие проценты и делал их стабильно. Для меня главная стабильность, в моей системе главная стабильность. Пусть это в процентах будет 4,5-5%, но зато это будет год, два, три, четыре, пять, десять. А система у вас автоматизирована или поручная? Нет, система у меня ручная, но я сильно не углубляюсь в индикаторы, да, поэтому у нас здесь больше философская такая беседа, потому что я по индикациям и так далее, я каждую пятницу на Витроек ТВ выступаю, показываю. Вот, система у меня ручная. Ежедневно я провожу расчеты, да, обновляем наши индикации и внутридневные ежемесячно. Раз в месяц мы обновляем индикации месячные. То есть у меня идет сочетание, скажем, расчетов уровней, да, расчетов уровней диапазонов и расчетов направлений из внешних данных. То есть все это приходится делать руками. Единственное, что автоматизировано, это частичная обработка данных, автоматизирована закачка этих данных, подготовка их расчетов. Потому что, ну, до конца автоматизировать здесь просто технически не получится. Где-то нужно подумать, да, где-то нужно прикинуть, а, к сожалению, робот или там какой-то автомат по расчетам, он не сможет это сделать. Вот, и на опционах, и на споте, в принципе, работа идет вручную. Вот ребята в Векторе, да, в Векторе, они сделали роботов. Два или три робота сейчас там работают. Ну, вот я смотрю, как они там бьются. Ну, посмотрим, если что-то будет интересное, обязательно публикуем, покажем. Вот, а так, в принципе, все руками, все руками. Ну, я по своему опыту могу сказать, что за более чем вот уже 12 лет, как я на рынке, я, к сожалению, может быть, к своему, я не встречал действительно хорошего. Я говорю, я за, за, по своему опыту могу сказать, что за 12 лет, сколько я уже на рынке нахожусь, и я трейдером был и самостоятельным, и управляющим активами. И сейчас я, конечно, инвестор больше, чем трейдер. Но я имею в виду, что я не встречал действительно хорошего работающего робота ни одного, к сожалению. Может быть, мне просто не попадались такие роботы. Но я сталкивался с разными роботами, которые стоили и по 10, и по 20 тысяч долларов разработка самого робота. И, к сожалению, все равно они оказывались, ну, достаточно, есть мало, ну, скажем так, слабо сказано, убыточными. Да, то есть они, в принципе, были не трудоспособными, не работоспособными роботами на рынке. Возможно, это зависит от того, что все-таки роботам нужно управлять тоже постоянно. Его нужно контролировать, его нужно модернизировать под изменения рынка, и тогда только он будет давать какие-то результаты. Я думаю, что, я извиняюсь, что перебиваю, но вот я думаю, что есть роботы зарабатывающие, есть. Просто, мне кажется, их, во-первых, мало кто будет светить, мне так кажется. Ну, да, я не говорю, что их нет, я говорю, что мне не попадалось. Во-вторых, чтобы этот робот работал, нужно, ну, то есть робототорговец должен иметь образ жизни робототорговца, да? То есть есть другие факторы будут, нужно уметь его оптимизировать, нужно уметь его самому программировать. Нужно уметь самому заметить, ну, то есть, понимаете, это нужно тоже изучать, это нужно жить, что ли, да, жить роботами, что называется. Наверняка они есть. Мы не говорим про HFT, да, мы говорим вот про поркс роботов. Сто пудово они есть. Просто я не думаю, что кто-то их будет выкладывать, кто-то будет светить этой схемой. Да, это я к тому, что это является еще одной такой очень распространенной ошибкой, особенно начинающего трейдера, они, к сожалению, потом понимают о том, что это была ошибка, но либо уже время потрачено, либо деньги потеряны. То есть я к тому, что много сейчас в сети разных роботов, не просто много их, масса, огромная масса. И почему-то складывается впечатление, что можно найти бесплатного робота рабочего, который будет постоянно приносить прибыль. Ну, как вы правильно заметили, действительно, хорошего робота, наверное, бесплатно в сеть никто выставлять не будет, а если его и будут выставлять, то, скорее всего, за какие-то большие деньги, которые не каждый сможет себе позволить приобрести. Ну, ладно, роботы, как бы это не основная тема нашей сегодняшней встречи, да. Так или иначе, это тоже часть общего рынка, то есть так или иначе, кто-то зарабатывает на роботах, кто-то зарабатывает на продаже роботов, а кто-то зарабатывает на том, что у него есть рабочие роботы, которые приносят ему прибыль. Он попадется, я думаю, что он, если он попадется Игорю, появится программа робототорговли, 100%. Игорь, он такой в этом плане, хваткий, поэтому, если робототорговец будет удачливый, мы узнаем про это первый, мне так кажется. Ну, да, ну, кстати, очень много конкурсов разных проводится, в том числе по торговле роботами, и неплохие результаты показывают, но почему-то очень часто складывается впечатление, что они работают только либо на демо-счетах, а на реальных счетах они каким-то образом перестают работать, каким-то магическим... Не, ну я краем глаза, я извиняюсь, краем глаза следил за ЛЧИ, там, по-моему, есть робот, который нарубил неплохо за ЛЧИ, да, я через смарт-клап там поглядывал. Есть робот, вроде как, да, я в это глубоко не заныривал, вот он, пожалуйста, он торговал в открытую, можно сказать, да, ну вот. Но как он себя поведет на длинной дистанции, я думаю, что только тот, кто его разрабатывал, тот, кто сможет им управлять. Если этот робот попал бы мне в руки, да, хорошо, он порубил сейчас, а что потом, как там потом дальше оптимизировать, что с ним делать, как его настроить, бла-бла-бла, вот это все... Да, да, если вы его не писали, если вы его не программировали, то достаточно сложно будет его оптимизировать, даже вот такой подход. Хорошо, Станислав, я думаю, мы будем заканчивать сегодняшнюю нашу встречу, я еще раз вас благодарю за то, что приняли участие в нашей передаче. Спасибо вам огромное, я хочу вам пожелать успехов в торговле, безусловно, чтобы каждая сделка приносила прибыль, если были убытки, то совсем незначительные. С наступающими праздниками, с Рождеством, с Новым годом, ну и я думаю, что встретимся в следующем году, возможно, мы с вами еще пообщаемся, опять-таки, в рамках нашей передачи. Если будут какие-то интересные темы, пожалуйста, я всегда рад с вами их обсудить. Спасибо большое за поздравление, здесь вот вопросики ссылятся, я на втором мониторе вижу, я могу поотвечать на вопросики? Тут есть один, который... Да, 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 только, я так понимаю, их там много, поэтому если... Коль у нас открытая запись, что называется, открытый дубль, Саняфер спрашивает, Станислав, деньги выводили с ФИБой, максимальная сумма и сроки, и какой срок? Вот, честно вам скажу, при работе с ФИБа, при работе с ФИБа у нас, в большой компании, ребята там, в ФИБа, за все эти года, за все эти года было только две накладки, обе технические и обе в нашу сторону, и обе были на супер-гипер-новостях, да. Что касается в нашу сторону, потому что тейки проскользнули и проскользнули в нашу сторону, вот, за все это время мы вывели там, боюсь даже сказать, какую сумму. Единоразовый вывод был, если я не ошибаюсь, что-то в районе 35 тысяч, выводят во все стороны, то есть выводили и на вебмани, выводили и на банк, и банковский перевод, если я не ошибаюсь, был три дня, значит, на вебмани выходят в течение часа двух-трех. Я это говорю без всякого, там, вы понимаете, мне нет смысла, там, не Дмитрию Кучеру, там, что называется, реверансы делать не ФИБа. Безусловно, мы с вами только познакомимся. Те ребята, которые работают там уже много лет со мной, да, с ФИБа имею в виду. Ну, поэтому, как бы, я не знаю, может, у кого-то и были когда-то какие-то, может быть, и будут проблемы какие-то в будущем, будем их решать. По крайней мере, саппорт и технический саппорт, и саппорт, я имею в виду, ну, который просто ведет клиента, да, как не знаю, Тейлеры, да, их называют. Все идеально обговаривается, все идеально работает. Вы на НДД работаете? А что еще раз? Вы на НДД работаете? Нет, я работаю, у меня МТ-4, исламский счет. Обыкновенный, простой, но исламский. Поскольку я долго летаю, у меня полеты, перелеты, да, я же усредняюсь, работаю без СОПа периодически, вот, мне нужно было избавиться от СВОПа. Вот, соответственно, я работаю на исламском счете и очень голубым. Единственное, что да, сейчас с возрастанием, с очень серьезным ростом опционной работы, да, опционного фонда, имеется в виду по ДПО, да, растет, дико выросла и ответственность, и временные затраты, да, на работу там. Поэтому я все больше сейчас, у меня сейчас получился такой небольшой переток денег скиба туда вот, в интераке Брокис, потому что там я все вижу под одним терминалом. К сожалению, вот такая вот, такая вот штука есть, да, но это чисто связано с удобством и с тем, что мы очень сильно, очень резко выросли в опционных счетах. Я понял, еще вопросы, еще раз повторюсь, да, за фиба, за фиба, ну, за вывод денег, по крайней мере, за вывод денег никогда не было никаких, никаких претензий. И очень удобно то, что можно, например, заводить с WebMoney, а выводить на банк, или там заводить в банк, а выводить потом на WebMoney. Это очень удобно, подумайте почему, да, особенно нам прибалтам, особенно нам, не россиянам, потому что здесь обналичить WebMoney дико сложно. Когда я, например, завел их в рынок, они там поработали, я потом их с банка, например, а потом вывел на WebMoney, или наоборот, это очень удобно, за что спасибо фиба, кстати. Еще вопросы там есть, для того, чтобы мы могли как-то двигаться дальше? Ну, больше вопросов таких нет конкретных. Сергей Минский спрашивает, Станислав, я так понял, вы с форексом перешли на опцион, а форексом баловаться? Нет, у меня никогда нету в работе баловства, что баловство на таких суммах доводит до потерь, да. То есть, я как работал, так и работаю. Мне анализ, который я использую, в том числе и вектор анализа и так далее, весь, который я анализ разрабатываю, он весь используется в опционах. И наоборот, то, что я вижу в опционах, я постоянно использую и там, то есть у меня все связано. Я и там работаю, и там работаю. Просто вопрос, где я открываю сейчас, да, я открываю рискованные сделки, я открываю опционы. Сейчас почти все сосредоточено в интеракте в Брокис. Поэтому, как бы, я не бросил форекс в таком понимании, да, то есть не бросил фьючерс, не бросил спорт. Хорошо. Я думаю, что если вопросы еще возникнут у зрителей Utrade, они могут вам задать в ближайшие передачи, когда вы будете, я так понимаю, в пятницу. Да, у меня будет в пятницу, я думаю, что все будет окей, а в пятницу... Да, ну, я думаю, тогда остальные вопросы смогут задать уже вам непосредственно тогда. Я еще раз благодарю вас, спасибо, что согласились принять участие. Ну и удачи. И все, правда, с наступающим. Да, спасибо большое, Станислав. Всего хорошего, до свидания. До свидания. А я напоминаю, что сегодня на прямой связи с нами был Станислав Лукашов, практикующий трейдер и управляющий активами. Мы поговорили про его торговую систему и про основные ошибки начинающих трейдеров. Я благодарю всех за внимание, желаю всем хороших праздников, с Новым годом наступающим, с Рождеством, ну и до встречи в следующем году. Всего доброго, зарабатываем. Редактор субтитров А.Семкин